Здравствуйте, друзья! Мы на передаче «Честная песня», я ее ведущий Михаил Грубов. Сегодня у меня в гостях замечательная автор-исполнитель и актриса Людмила Шаронова. Ну, у нее уже армия поклонников есть, там уже многомиллионные, так скажем, поэтому многие ее знают и уже ждали этого эфира, это я знаю точно. Меня просили ее пригласить, поэтому, Людочка, я тебя пригласил. Вот, значит, ну давай говорить за жизнь, как у нас принято на передаче, говорить за жизнь. Родилась ты в Иркутске, на берегах, значит, Байкала, рядом с китайцей, без китайской границы, как ты сказала. Вот, у тебя там, значит, школа, вот я что нашел, театральный институт, а музыкальная школа, я пропустил что-то или у тебя не было? Как вы заинтересовались этим вопросом? У меня с самого детства все очень сложно, меня никогда никуда не берут, а потом, когда берут, говорят, надо же, как хорошо, как вот прям замечательно. И вот так меня не брали в музыкальную школу, пока не договорились через знакомых, вот, меня взяли, я ее прекрасно закончила, и по классу фортепиано, и с самого детства сама себя аккомпанировала на фортепиано, и пела всевозможные романсы. На что очень ярко реагировал мой брат, и сказал, что он не хочет возвращаться домой, потому что там все время она поет, вот, и он до сих пор, у него травма детства. Вот, ну, играть на пианино, какие-то там элементарные вещи я научилась рано, и в связи с этим пела, ну, мне нравилось, я не знаю. Ну, то есть в школе, ты как бы уже, когда я училась в музыкальной школе, у тебя там уже были какие-то утренники школьные, какие-то концерты были школьные, то есть где-то ты участвовал на сцену уходила? Я с детства читаю стихи лучше всех, наши параллели, меня всегда вытаскивают, когда мы начинали проходить самое какое-нибудь новое произведение, вот, поэтическое, а меня выбирали перед всем классом и заставляли читать, как вот я понимаю, я вот читала, вот, если задавали выучить, и я не выучила, на меня кричали больше всех, потому что я была пример прочтения стихов, вот, природу мне такое было дано, и в связи с этим, значит, от моей школы меня отправили поступать в театральное, вот, и даже курировали этот вопрос, но уже туда меня взяли, как бы, без всевозможных рекомендаций, вот, и все хорошо. Вот, Люд, ты вот расскажи про театральную жизнь, интересно тоже, вот поступаешь ты в театральный, да? Раньше, по-моему, ты когда поступал, не был, бюджет, не бюджет, это же было до этого, да? По-разному было, было какое-то, еще тогда начиналось только коммерческое отделение, были люди, которые на коммерческой основе поступали, но со мной была история такая, я с утра, как-то однажды утром проснулась и услышала объявление по радио, что осуществляется набор на факультет актер театра драмы, и вот он будет проходить, такого-то, такого-то числа, на-на-на, я думаю, так, сейчас встану с правой ноги или с левой, с какой надо встать, чтобы, ну, исполнилось желание или что-то такое, в общем, встала двумя ногами и отправилась искать актерско-драматический факультет, драматический, да, чтобы стать известной актрисой. Вот, пришла туда, мне сказали, что экзамены начнутся уже вот-вот, скорее всего, вы не успеете подготовиться, ну, я сказала, что я уже много читала, много знаю, я обязательно подготовлюсь, а начались экзамены, это тоже можно долго рассказывать, значит, прошли экзамены, и последний какой-то экзамен, стоит толпа народу в коридоре, и вот называют какие-то фамилии, и все, кто остался в коридоре, чью фамилию не назвали, тогда еще это было так, мы все решили, что нас не взяли, все расстроились, кто-то сел плакать в уголке, и я подумала, ну, ладно, у меня, по крайней мере, еще одиннадцатый класс остался, это же был мой эксперимент, я после десятого поступала, вот, думаю, остался одиннадцатый класс, и что в одиннадцатом классе буду доучиваться, вот, и как-то так. И потом, наоборот, вот те, кого позвали первыми, они вышли грустными, все разошлись, и казалось, что не взяли их, а взяли нас, это была такая вот обманка, вот, и в результате, значит, когда я зашла, на всех посмотрели, значит, так строго, и сказали, мы, конечно, всех взяли, все хорошо, вот, хотелось бы сказать про Шаронову, знаете, вот сейчас впереди лето, обучение начнется с сентября, а мы бы очень хотели, конечно, чтобы вы похудели. А тогда я была, если не сорок четвертого, то, может быть, сорок шестого. Я не совсем поняла, сказала, что, возможно, к сентябрю я, конечно, успею, но летом я буду отдыхать у бабушки, а там пирожки, все дела, вот. И когда я училась, конечно же, мне очень помогали всевозможные дисциплины, которые есть в театральной программе, это танец, сцен, движение, не знаю, там, всякие разные спортивные, да, актерское мастерство, я помню, у нас даже мы репетировали какой-то спектакль со шпагами, прыгали туда-сюда, в общем, все это было достаточно интересно. Нагрузки были, в общем. Толстые я никогда не была, или, как говорила одна знакомая, толстых у нас в бараке не было, вот. Ну, слово толстый как бы не очень правильно ты говоришь, нет, пускай будет полное, толстый. Ладно, что уже теперь. Да, ну, просто это не комплекс должен быть. Ну, зато это позволило мне сыграть Белотелову, например. Ага. Вот, я ее прекрасно играла, потом с меня снимали какие-то подушки, я тут же превращалась в капочку и бежала играть капочку, и, собственно, я считаю, что я разноплановая такая артистка. Слушай, Люд, ну, а если у тебя музыкальное, значит, образование как бы за спиной, да, ты идешь в театральный, то есть ты как бы как певица у себя не планировала свою жизнь, да? Ну, да. Честно сказать, песни я начала петь от того, что это все очень взаимосвязано. Очень многие артисты поют, мы же знаем, например, Миронова там, можно бесконечно называть, вы же сами знаете, когда актеры поют, поющие актеры. Естественно, когда ты учишься, где ты можешь подзаработать лишние деньги? Где-то попеть. Многие даже известные актеры, которые не умели петь, они научились петь, чтобы потом ездить, рассказывать, как они снимались в том или ином кино, и спеть несколько песен, чтобы как-то вот встреча с актерами. Ну, ладно, ты прямо так готовилась к этому, что ты когда-то будешь ездить с творческими вечерами. Даже мало поющие люди поют, вот, а мне-то уж сам Бог велел, собственно. И у нас многие отправились покорять просторы ресторанов, вот, первыми это сделали мои однокурсники, одни из первых, и потом меня с собой захватили, я помню, я там какие-то па выдавала всевозможные, вот, распевала всевозможные песни. Одна из них была такая. Алло, алло, Джеймс, какие вести? Давно я дома не была. Пятнадцать дней, как я в отъезде. Ну, как идут у нас дела? Стоп, хорошо, сейчас послушаем, посмотрим композицию, а потом уже продолжу разговор. Но ты все-таки мне не ответил, я сейчас тебя еще раз прошу. Сейчас слушаем Людмила Шаронова. Ягода горькая. Смотрим, слушаем. Поехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Распустилась зерей за окошком И земле подарила тепло Мы с тобой повстречались немножко А любовь наступила давно А любовь наступила внезапно Прошлым летом, когда все цвело Под талиной мы встретимся завтра Ведь под ним ко мне счастье пришло Это ягода горькая Горькая Как любовь у меня Под вечернею зорькою Я сегодня твоя Ну, а завтра уйдешь к другой По судьбе не любя Это ягода горькая Как любовь у меня Больно с милым чужим целоваться Больно верить, надеяться, ждать Но больнее с любовью расстаться Половинку свою потерять Ты ведь сильные чувства не знаешь Просто не было в сердце огня Пусть зимой созревает калина И горит, как душа у меня Я все-таки хочу понять, Люд Ты готовила себя к певице Или к актрисе, к драматической У тебя внутри что было? У девчонки, у той молодой Ты хотела быть на сцене, как Алла Пугачева Или ты хотела быть, как Татьяна Доронина Вот я вот хотел вот это У тебя было внутри это что-то? Вот я к чему веду разговор Или ты хотела уже специально делала Что я попою это, если я с творческими вечерами поеду Ну, да С творческими вечерами Конечно, я об этом не думала Я просто потом подумала Думаю, надо же, люди, которые не умеют петь Учатся петь, чтобы ездить А я пою, и я это никак не использую Мне же надо обязательно это делать Все случилось само собой Оно все шло само собой У меня изначально был какой-то ровный Такой хороший путь Без всяких терниев Я никогда не думала, кем я хочу стать Или что-то, что-то И вот пошла и поступила И думаю, блин, а ведь я Оказывается, так прям мне все нравится Все так хорошо Вот Потом, когда я уже окончила Вот театральное Я думала о том Думаю, как хорошо, что я не пошла на музыкальное Блин, петь-то я и так могу А сейчас я еще могу петь и играть И что-то еще рассказывать И знать еще, что можно как-то так петь А еще о чем-то там подумать И спеть не так, а вот так Это же театральное образование Оно дает очень много и певцу То есть исполнителю Оно дает очень много Есть же люди, которые не обладают шикарным голосом Там кто-то, кто-то Но тем не менее Их слушаешь и завораживаешься Что там есть такой актер Это неотъемлемые две части Я вообще считаю, что поющий актер Это такая вот отдельная ипостась Да, есть же не поющие актеры А есть певцы, которые не актеры Ну хорошо, давай все-таки пару слов О ВУЗе О ВУЗе Вот, как у тебя там вообще учеба проходила То есть у тебя там не было То, что там Пересдачи, какие-то хвосты Там что-то, сессию сдала, не сдала Прогулял, не прогулял И на одном дыхании все легко У тебя прошло И ты как бы все счастливо С дипломом поехала дальше жить Вообще, как бы, да На одном дыхании У нас и педагоги очень поддерживали нас Там просто очень много можно рассказывать Просто погрузиться туда Юность, это всегда у каждого человека Самая приятная Самая вдохновенная Самая легкая пора Вот Потом, когда появляется работа Я устроилась в свой первый театр Это было в городе Ачинск Под Красноярском Я там играла Графиню Вишню Что-то еще, не помню Уже Но уже я подумала Блин, как хорошо все-таки в Иркутске Но по большому счету Мне бы хотелось в Москву Вот Ну, хотелось и хотелось Но кто меня туда отправит Мама сказала Что они никак не думали с папой Чтобы дочь содержать где-то в Москве Поэтому Если ты хочешь Ты, конечно, можешь сама Но Лучше где-то в Иркутске обосноваться И, собственно, такой перспективы Особо у меня не было Чтобы отправиться Куда-то в столицу И я даже об этом не думала Я очень легкий человек Если мне насчет чего-то говорят Нет Ну, нет так нет Я иду дальше куда-то Ну, пойду направо Пойду налево Буду что-то делать другое И, собственно, я считаю Что это правильно Потому что Если есть мечта какая-то Или что-то еще Она исполнится Но каким-то путем Который мы, возможно, даже и не знаем И не планируем Но это реализуется Да Поэтому надо всегда отпускать ситуацию И она как-то вырулится Вот И у меня случилось такое Что было мое выступление В ресторане Куда пришла какая-то толпа народу Все были достаточно такие влиятельные люди Ну, в общем-то Я пришла на работу такая Прискакала Мне говорят Видите, попойте Там попросили попеть Я пошла попеть Ну Я тогда какие-то песни, конечно, пела Но в основном под колонки Там пульт что-то такое Тогда еще не помню Вообще магнитофоны, по-моему, были Мини-диски были В них, видите Мини-диски были потом Тогда еще вообще ничего не было Да Мне записали какие-то На кассеты Там 10 фонограмм Короче, 10 этих песен Кончились достаточно быстро Мне пришлось у кого-то взять гитару И то, что я научилась Еще там 3 аккорда играть Кто-то меня научил И я начала петь свои песни И вот в то время Я уже исполнила песню Поезд у меня была Вот Уже появилась песня На пороге весны Вот Я их спела И все Нам что-то там Как это Гонорар какой-то Для артистов нам выделили И мы все отправились по домам Через неделю Я опять появляюсь в этом ресторане Мне сказали Я вас искал мужчина Который был вот На том мероприятии И вот Оставил телефон Я ему позвонила Говорю, что случилось Он говорит Вы знаете В Москве пройдет Новогоднее торжество Я вас приглашаю Я очень богат Я баснословно богат Я вас приглашаю Да Вы поедете За 2000 долларов Я говорю Вы знаете Надо у мамы С папой спросить Поеду ли я За 2000 долларов Я говорю Нельзя как-нибудь здесь Что меня возить Туда-сюда Вот Но тем не менее Значит Мама с папой Сказали Ну попробуй Вот В общем-то Отправили со мной Еще двух музыкантов Со мной ездили Очень интересные Два музыканта Один на клавишах Играл Другой на гитаре Вот Тот, кто играл на гитаре Тоже у нас в Иркутске Достаточно известный человек Зовут его Сага Играл он просто отлично И до сих пор Я думаю У него все хорошо Вот мы прилетели в Москву Нас поселили в гостинице Россия Тогда еще Она была жива Вот это сейчас ее нет И как в том фильме Карнавал Искать будете Не найдете Вот Меня поселили В одном конце гостиницы Музыкантов в другом Вот И я их все время ходила Там по кругу Искала Вот Ну вот Оказавшись в Москве Мы С ними выступали Так как первый корпоратив Прошел удачно Этот баснословно богатый Наш спонсор Начал нас Так сказать Предлагать на другие Какие-то мероприятия Я выступила В нескольких Достаточно интересных заведениях В частности В доме актера Яблочкиной Вот Для меня это было Крайне Как сказать Почетно И потом дальше Что-то Что-то Вот Вместо двух тысяч долларов Мне заплатили гораздо больше Музыканты обиделись И больше со мной не общались Потому что им заплатили меньше Мой грех Но это был твой неокончательный приезд в Москву Да? Ты вернулась потом Я просто осталась тогда А Вот и все И тогда ты осталась Вот тогда я осталась Да Это был 97-й год И стала здесь продолжать Заниматься творчеством Вот Попыталась устроиться в театр Но история оказалась Какая-то бесперспективная Что-то меня там Как-то не так Вот А вот именно с пением Все пошло гораздо лучше То есть Мои песни Они меня всегда спасали В всяком безвыходном положении Я всегда могла где-то что-то спеть И это всегда мне помогало Ну Мы просто перескатили уже Что-то в Москву приехало У тебя В общем у тебя в итоге победила песня Все-таки И вот Когда ты начала Уже свои песни Как бы Официально предлагать людям Что вот Ну не людям В смысле петь А уже показывать людям И сказать Что да Я этого могу делать И я это умею Когда у тебя началась Вот эта вот Творческая вот эта уверенность В своих силах Как автора Я сейчас вам открою Небольшой секрет Открой Но мне кажется Это ни для какого артиста Никакой не секрет Всегда Артист Когда записывает свои песни Он их начинает Кому-то показывать Вот допустим У тебя есть какие-то Близкие друзья Там Маша Катя Петя То есть Они говорят Ну сыграя Сыграя что-нибудь Сыграя Ты вот берешь гитару И играешь И Так сказать Публика Зрители Ну или те люди Которые сейчас находятся В данной роли Они говорят Как хорошо Тебе надо куда-то двигаться Тебе надо что-то делать Так нельзя оставлять Вот мы знаем Там кого-то У него студия Пойдем запишем там Мы с ним договоримся И вот у меня Получилось так Что сами люди Стали меня Толкать на подвиги Вот И таким образом История там Конечно Более витиеватая Если рассказы Получится долго Перед историей Все-таки Еще одну песню Послушаем Посмотрим Хорошо А потом продолжим Классно Мне с тобой Очень легко Работать Красное на белом Слушаем Людмила Шаронова Смотрим Слушаем Поехали Красное на белом Белое на красном Ягоды рябина Уронила в снег Милая зима Не морозь напрасно Мне сегодня жарко Люба 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 Мне Губы Словно Пламя На щеках Румянец Мне Любимый Шепчет Нежные Слова Подскажи Рябина Как же Нам Расстаться Ведь От счастья Просто Кругом Голова Мне бы Только Вместе Мне бы Только Рядом В свете Глаз Родных Вечно Утопать Мне бы Только Слышать Здравствуй Моя Радость В ласке Губ Твоих Счастье Замирать Ну Давай 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 Катись Обсюда Знаешь что Катись Подайся Ты никто Без меня Понятно Красная На белом Белая На красном Словно Искры Счастья Пламя На снегу И метели Вьюга Зоветесь Вы Напрасно Я с любимым Рядом Под руку Иду Мне бы Только Вместе Мне бы Только Рядом В свете Глаз Родных Вечно Утопать Мне бы Только Слышать Здравствуй Моя Радость В ласке Губ Твоих В счастье Замирать Мне бы Только Вместе Мне бы Только Рядом В свете Глаз Родных Вечно Утопать Мне бы Только Слышать Здравствуй Моя Радость В ласке Губ Твоих В счастье Замирать За такое Счастье Все Отдам На свете Лишь бы Прикасаться К сильному Плечу Вдруг К тебе Ворвется В душу Грустный Ветер С нервностью С нервностью Своей В сердце Прилечу Ветер К Вот А песни Ветер С Ветер неприбранный, вот как вот, понимаешь, то есть ты такую прям правду жизни показываешь, это тоже очень подкупает в тебе, вот, красный на белом, ну, там просто после, кто тебя, кто-то там избил, да, там, или что-то там, ты просыпаешься, вот. Михаил, ну вы как-то так все... Нет, ну подожди, я просто говорю, что меня подкупило вот то, что ты не стесняешься вот этого образа такого, ну, вот просто простая женщина, понимаешь, хорошо, давай, значит, про авторов и где-то записала, хорошо, я просто тебе свое восхищение высказал, поэтому все. Спасибо, спасибо. Я очень рада, что вы восхищаетесь такими вещами. Значит, первое, чему учат в театральных заведениях, это тому, что надо не стесняться себя, вот, и не стесняться быть некрасивой или красивой, действительно быть таким, какой ты есть, потому что нас окружает большое количество людей, все равно тебя кто-то узнает, скажет, вот, это же я, я такой же. И самое главное, чтобы и в твоих песнях кто-то узнавал себя, тогда они становятся близки. Вот, чем под большее количество ситуация в песне, если она подойдет под большее количество слушателей, тем она будет популярнее. То есть театральное искусство, оно же в чем заключается, что вот человек пришел и сказал, да, это вот моя история, да, точно, вот так, да, а все вот эти наигранные истории, какие-то придуманные, нафуфыренные истории, или там, я не знаю, есть разное в жизни. Есть прекрасная актриса Мерлин Монро, которая играла до такой степени, что ее принесли на сцену в платье, которое было сзади зашито, чтобы было очень красиво для публики, но потом она не могла уйти, потому что не могла наступить никуда ногой. И до такого тоже искусство должно доходить, в этом тоже что-то есть, но есть что-то еще и в правде жизни, правильно, нет, разве, нет, по-моему, да. Конечно, правда, я поэтому и отметила. Была не только Мерлин Монро, но была и Фаина Раневская, которая была совершенно другая, но мы любим их обеих за что-то, за какую-то такую вот индивидуальность. И я бы хотела, чтобы моя индивидуальность тоже как-то все-таки вот была любима всеми, потому что я всех стараюсь любить, от души все всегда делаю. Конкретно вот этот клип, вот этот клип, мы хотели там показать, и я надеюсь, показали, о том, что очень многие женщины живут в каких-то странных отношениях, когда мужчина очень сильно давлеет над женщиной. И вот найти в себе силы, уйти от этого, это очень трудно для женщины, но мне кажется, это нужно сделать, потому что, как ни крути, но парадокс этого клипа заключается в чем? Значит, что там идут такие слова, несмотря на то, что вот с ней происходит в жизни какая-то вот кутерьма, где-то тут синяк, что-то такое произошло, а она все равно поет «мне бы только вместе», «мне бы только рядом». Вот и женщины должны это понять и понять, что надо быть более волевой, более крутой, более целеустремленной и спасаться от плохого. Ну а песни теперь об авторах? Об авторах. Значит, у песни есть автор музыки и автор слов. Вот автор слов, Ирина Черных, проявила невероятную активность. Она приезжала на мои концерты, и прям я видела, как приятно, вот мне, как артисту, наблюдать человека, который слышит, как вот огранили, обработали его песню, вот она родилась. Вот она прям плакала, и я прям плачу от того, что плачет она, но это очень трогательно. То есть вот у человека на моих глазах вот сбылась мечта, это же приятно. Вот. Ну а песня сама, она записана на студии Вячеслава Клеменкова, я про него очень много везде говорю, и могу сказать у вас, что я очень рада, что меня судьба свела с таким человеком. Опять же, не благодаря мне самой, нет. Благодаря моему директору Елене Александровне Бейдер, я ей могу отдать очень большое место в моем творчестве. Спасибо ей, что она есть. Хорошо. И вот, ну мы давно уже знакомы, Люд, и с тобой, и с твоим директором, Леночкой Бейдер. Вот. Но я еще смотрел, сколько у тебя интервью, какие я сейчас вот успел посмотреть перед передачей. Ты всегда, о Леночке очень тепло отзываешься, и всегда отмечаешь, что вот спасибо Леночке, спасибо, что вот она, спасибо она, она. То есть у вас прям такой плотный, такой взаимо друг друга уважающий, вы друг друга любите, союз, да? Вот так я понимаю. Ну, вы прямо все так за это... Да, вы правильно понимаете. Ну, у нас это же тоже отдельная история. Она история, тоже подобно чуду, у меня все истории какие-то чудесные. У меня, значит, ушел папа, имеется в виду, как умер. Ну, это, я не знаю, даже не хотелось бы об этом говорить, потому что для меня это большая потеря. Вот, и это было, ну, думаю, кто человек что-то знает, это меня поймут. Но факт в том, что в дни его похорон, естественно, я приехала в Иркутск, вот, и там, не знаю, то ли это такое стечение обстоятельств, то ли что это. В общем, в моей жизни появилась предсказательница, которая сказала, что тебе нужно обязательно остаться в Иркутске. Вот в Иркутске у тебя все будет хорошо, но если ты решишь поехать в Москву, то ты встретишь высокую, красивую женщину. Не пропусти ее. ой, я не могу, конечно, я даже не знаю, может, я как-то весело об этом рассказываю, для меня тогда это было совершенно не весело, я даже не знаю, что это случилось такое. Можно я такой вопрос задам, а зачем тебя вообще вошла к ней, что тебя повело? Я к ней не ходила, она оказалась вот во время похорон папы среди гостей, как это, не гости, а как это называются вот эти люди, которые приходят, ну, в последний путь проводить человека. кто, друзья, наверное, какие, кто приходит? Вот именно, да, то есть вот такое печальное событие, даже не знаю, как об этом рассказывать, но это было именно так, это была случайная встреча, ну, я особого значения не придала, я вспомнила ее слова потом, когда действительно встретила Елену Александровну, вот, и потом мне как-то не пропусти высокую женщину, у меня как-то возникло, я думаю, блин, неужели она, но я вот уже где-то говорила, что ее невозможно было пропустить, у нас же было, мы уже знаем друг друга на протяжении, в принципе, 15 лет, у нас, как всевозможных других людей, мы и ругались, и, собственно, пытались как-то отдельно что-то делать, но потом опять возвращались к тому, что вдвоем у нас все получается гораздо лучше, вот, сейчас мы с ней обдумываем написание книги, потому что уже накопилось очень много совместной информации, есть братья Гримм, а мы будем какие-нибудь сестры, наверное, напишем что-то про шансон, я не знаю, но вот благодаря ей она начала вселять в меня уверенность, сказала, что ей очень понравились мои песни, и она будет мне помогать как директор, ну, а мне, собственно, как, я же не могу сказать, у меня же не стоит строй директоров там, ну, не знаю, мы вам перезвоним, я же не могу так сказать, я говорю, я согласна, конечно, да, помогайте, вот, и вот началась ее помощь, ну, мне кажется, что надо с ней тоже отдельное интервью сделать, так обычно она говорит, что она сама не знала, что надо делать, пошла по наичию, вот, а я-то думала, что она уже уверенный в себе блогер, но на самом деле все было не так, мы с ней как бы рождались вместе, вот, ну, и первая песня, которую с ее легкой руки была отправлена на радио шансон, это была песня поезд, вот, оттуда перезвонили, сказали, что поездов очень много, мы возьмем вашу песню, если вы ее переименуете, во-первых, а во-вторых, измените там какую-нибудь строчку, там была строчка, а я подумаю, не глядя на часы, сейчас, наверное, ты отпустил усы, культурная строчка очень, но редактору в тот момент радио, она не понравилась, он сказал, что я возьму эту песню, песня очень хорошая, но вот эту строчку замените, все вокруг, другие люди стали говорить, ой, да они просто не хотят брать, сейчас ты поедешь, перепишешь эту строчку, они скажут, еще что-то не так, потом еще что-то не так, и все время будут придумывать какие-то причины, в результате песню не возьмут, вот что я слышала со стороны, но я подумала, думаю, правда, строчка какая-то кривая, даже не для них, но перепишу для себя, вот, и я поехала, а я подумаю, что где-то, где-то же он есть, мой райский остров, почему не здесь, заменила вот эту строчку на эту, вторая строчка мне пришла достаточно легко во время уже моего пути на студию, она просто, вот я туда вхожу, и думаю, вот, да, вот так записываю, вот ее мы перепеваем, слушаем, смотрим поезд, хорошо? поезд ждал меня, чтоб увезти к старому забытому перрону, здесь была проездом я, прости, снова сердце потянуло к дому, подними глаза, скажи прощай, только не целуй, я умоляю, корм мне золотых не обещай, нету их, теперь я это знаю, колеса ровно застучат, а на перронах о чем-то люди промолчат в своих вагонах, а ты домой вернешься, и твоя жена устала спросит, где ты был, и не спала, помнишь, как в твою стучалась дверь, помнишь, как под окнами стояло, счастье я свое найду, поверь, то, которое с тобой не знала, не держи за руки, отпусти, вспомни, как ночами уходила, все тебе прощаю и прости, только знаешь, что я не разлюбила, колеса ровно застучат, а на перронах о чем-то люди промолчат в своих вагонах, а я подумаю, ведь где-то же он и есть, мой райский остров, почему не здесь, колеса ровно застучат, а на перронах, о чем-то каждый промолчит в своих вагонах, а ты домой вернешься, и твоя жена устала спросит, где ты был, я так ждала. Вот в интервью, опять же, у тебя же большой опыт интервью, там и на «Живой струне» было давало интервью, и «Звездный завтрак» давало интервью, то есть у тебя опыт есть, такое общение с людьми, с камерой, вот, и на одном из интервью, я не помню, на каком из этих, ну просто, ты сказала, у меня была куча упущенных возможностей, вот об этом. Ну, сперва хотелось бы сказать про то, что одну возможность я не упустила, один раз я оказалась в театре, и рядом со мной сидела некая дама, ну я ее не знаю, просто наши места оказались рядом, вот, и когда народ стал выходить на улицу, я, ну, когда после окончания мероприятия все стали выходить, вот, и организовалась огромная толпа, и она мне говорит, ой, давайте чуть-чуть подождем и пойдем после всех, я говорю, хорошо, а мы с ней так душевно, нам понравился спектакль, все было прямо отлично, и ей, и мне, мы так разговорились о чем-то, о чем-то, и когда все стали выходить, это было так долго, наша беседа продолжилась, мы как-то вот подпитывались друг от друга, и она мне сказала, вы знаете, а я работаю на телевидении, я хочу вас пригласить на интервью, вы придете? я говорю, конечно, приду, а куда? И вот она меня пригласила, это было мое, не первое уже далеко интервью, потому что первое у меня интервью было в 16 лет, по-моему, когда я еще, 16, 17, 18, где-то там, когда я только начала писать песни, уже где-то спела, меня уже в Иркутске приглашали, у меня было интервью, я просила, чтобы вот в этом возрасте мои интервью мне прислали, но мне сказали, архив хранится 20 лет, мне уже не 16, вот, а насчет упущенных возможностей, ну, возможно, в какие-то моменты надо было пойти там прямо, а я пошла там направо, но это уже сейчас об этом, мне кажется, лучше не разговаривать, потому что уже это все уже ушло, уже возможности я упустила. Ну, вот здесь соглашусь, да, согласна. Хорошо, но еще одну грань я так твою хочу это осветить, ну, ее многие знают, твои зрители, твои слушатели, это, во-первых, то, что ты актриса, и ты снималась в кино, и продолжаешь сниматься в кино, вот, но там ты ответил тоже очень скромно, как бы, ну, я к этому отношусь, что дадут, я с удовольствием сыграю, то есть, я там, вот, нет у тебя такое, что дайте мне Дездемонну сыграть, да, например, вот, то есть ты к этому относишься именно так, да, я правильно понял тебя? вообще за каждую роль, за каждую маленькую роль, за каждую более-менее большую роль, вообще за те кадры, где тебя видно, где тебе дают сказать, а еще лучше, когда тебе дают еще свой мир, как-то вот передать, это, конечно, мне больше в клипах позволено, вот сейчас, где все внимание ко мне обращено, но когда, в общем, кинематографе у меня есть какие-то моменты, где я что-то, ну, это же прекрасно, это надо благодарить судьбу, на каждую роль, сколько людей, мамочка, и тут выбирают тебя, я однажды была на кастинге, где было 400 человек, 400 человек, я думаю, ну, раз я пришла, значит, уже просто, ну, пусть меня посмотрят, отснимут, и я уйду, раз я пришла, все, я уже не испытывала никакой надежды, там были просто за дверью, какая-то дама, она с разбегу кинулась, я говорю, девушка, ну, у вас 150 номер, а у меня 70, я все равно впереди вас, она, и вошла туда, и тут же ее вышвырнули оттуда, обратно, все равно она раньше меня не вошла, и когда мне после этого 400 человек, где было на место, позвонили, сказали, мы утвердили вас, я сказала, ну, спасибо тебе, Господи, еще раз, но тебе это нравится, это кайф, да? Ну, кайф, когда, конечно, когда ради тебя все собираю, когда у меня столько знакомых людей, которые мне делают прически, грим, когда тебя вообще делают другим человеком, однажды мне показали, на какую роль меня приглашают, а это была Мансеррат Кабалье, поющая, и мне говорят, ну, попробуйте что-то в этом духе, а я поющая шансон, где я, где опера, я говорю, вы знаете, ну, я романсы какие-то могу, и, значит, начала петь, отцелешь давно, ризантемы в саду, ну, что, ну, взяли, я была крайне удивлена, но, оказывается, вот, это оказалось моей ролью, да, и много-много разных примеров, за все благодарю, и за клипы, и за все, что в жизни моей, вот, есть, и даже вот за то случайное интервью, как я оказалась рядом с девушкой, но это, это просто волшебство, и мне кажется, что в жизни любого человека присутствует волшебство, если он искренне чего-то хочет, это мой гимн. Это твое кредо, я это подчеркнул тоже из твоих интервью, потому что ты сказал, верить в чудеса, и они обязательно, это тоже твои слова, и они обязательно сбываются, я с тобой соглашусь в этом плане, хорошо, и мы с тобой, давай еще, ну, все-таки мы про Сергея Иванова, ты не рассказал, с кем ты работал, царство невестное, пару слов, значит, о соавторах своих, и, наверное, уже подходит к концу у нас передача, к сожалению. Хорошо, значит, смотрите, раз у нас к концу передача подходит, хотелось бы сказать про начало, Михаил, скажи, вы выступали на моем первом сольном концерте в Москве, в ресторане Бутырка, вы были один из первых людей, кто меня поддерживал, я это искренне помню, и вам благодарна, правда, мы с вами не стали до сих пор соавторами, в чем я очень, так сказать, расстроена, но я думаю, что у нас есть время исправить эту ситуацию, это раз. Это раз. Да, а второе, такой замечательный человек, как Сергей Иванов, он подарил мне песню «Реквием», ну, конечно, я не могу не сказать и про Дмитрия Лавенчука, который написал музыку к этому произведению, вот, Сергей Иванов, он, сейчас, его с нами нет, вот, и это искренне жаль, потому что он был прекрасный автор, который рождал произведение, вот, раз, 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 раз они появлялись на свет, и такие все были глубокие, приятные, ну, вот, и легкие, и в то же время, вот, глубокие одновременно, это же тоже надо уметь, это, я только потом узнала, на какой глубины был этот человек, я его так не видела, когда мы встречались в жизни, я потом просто услышала, что о нем стали говорить, после того, как его уже не стало с нами, и я поняла, что это был не тот, кого я представляла себе, он был гораздо глубже, интереснее мужчина, во всех смыслах, вот, и, в общем-то, я ему благодарна, благодарна его супруге, Марине Латковой, за то, что она вот до сих пор разрешает мне исполнять эту песню, и я ее буду исполнять, она настолько, ну, в общем-то, я думаю, слушатели послушают, оценят сами, вот, но вот как он мне тогда сказал, когда отдавал эту песню, я помню, он позвонил и сказал, что я, кстати, вот как я сейчас тоже говорю, он сказал, что я тебя немножко не так воспринимал, но вот сейчас я тебя понял, и я понял, что ты справишься, вот, именно с этой песней, я хочу ее тебе дать, пой, Людочка, пожалуйста, и всегда поддерживал, поэтому только добрыми словами могу про него сказать. Спасибо, Людочка, огромное, что ты приехала, что, значит, посвятила какое-то время нам с этой передачи, несколько слов, значит, зрителям нашим скажи, и я тебя благодарю. Зрителям я могу сказать только одно, что мы с вами сейчас живем в такое время, когда просто необходимо слушать песни, вот, потому что они спасают, лечат, заставляют отвлекаться, не думать о чем-то плохом, и приносят в нашу жизнь исполнение наших желаний, я вот уверена, потому что мне нравится песни слушать, я их люблю, и очень рада, что есть люди, которым нравится слушать мои песни, потому что уже многие люди исполнили в ТикТоке мои песни, пожалуйста, продолжайте, мне очень приятно слушать, и у меня так же, как у всех авторов, слезы на глазах, когда они слышат свои песни в исполнении других, то есть они понимают, что их песни услышаны, это значит, что вы любите меня, и это значит, что я не зря их пишу, вот так вот, всегда ваша Людмила Шаронова. Спасибо, Людочка, мы были на передаче «Честная песня», верьте в чудеса, слушайте «Честные песни», до встречи, пока. Берегите женщин, берегите ваших женщин вечно молодых, и от всех ненастей их храните, берегите, берегите их, берегите в радости и горе, берегите наяву во сне, и они дадут вам счастье в море, не оставят ничего себе. Берегите женщин, берегите, и не надо им судьбы иной, с вами они, если захотите, окунуться в омут с головой, им бы только чуточку внимания, и любви живительный глоток, и совсем немного внимания, и приятных нежных слов чуток. Первая поздняя любовь, помолясь, ее благослови, и в дожди мороз и летний зной, женщину желанную люби. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова